Как мы говорили, говорит о том, что надо выполнять законы Творца. А если они не выполняются, то плохо. В той мере, в которой ты не выполняешь законы, ты сам себе наносишь вред. Творец – это огромнейшая система, которая управляет тобой и ведет тебя по пути развития к какому-то заранее определенному предназначенному состоянию. Если ты не соответствуешь этому темпу, этим всем метамофозам, которые ты должен пройти, то, конечно, в соответствии с этим ты ощущаешь на себе всякие противоположные этому развитию силы, которые, в свою очередь, вынуждают тебя все-таки меняться. То есть ты сам являешься как бы определяющим свое следующее состояние. Или подчиняешься этим законам, или не подчиняешься. Если не подчиняешься, то этим ты сам вызываешь отрицательные силы, которые тебе дают коррекцию и вынуждают тебя подчиниться. И обращусь я к вам, и расположу вас, и размножу вас, и укреплю союз мой с вами, и будете есть давно запасенные, и старое убирать будете ради нового, и установлю обиталище мое среди вас, и не возгнушается душа моя вами, и ходить буду среди вас, и буду вам всесильным, и вы будете моим народом. Вот это вот, что значит, ходить буду среди вас? Ну, находиться. То есть так находиться? Да, находиться среди вас, буду заполнять все пространство между вами свойствами отдачи и любви, это я, и в таком случае вы будете моим народом, то есть будете той системой, которая сознательно, полностью, с желанием, с любовью воспринимает все мои законы, и ощущает меня, и я вас. То есть обращение на самом деле идет к народу Израиля? К тому, кто хочет быть таким, как творец, то есть выполнением этих законов стать подобным ему. Это значит, что он по закону подобия находится среди народа.